Всем привет! Вы на канале Лакайт. Мы продолжаем играть в Планет Зу. И знаете, что я вам скажу? Вот этот, вот павлин. Вот, давайте посмотрим на него ближе. Вот этот, вот павлин. Просто невыносим! Я пыталась вчера, я, наверное, 20 минут на него смотрела, в надежде на то, что он раскроет хвост для картинки для предыдущего видео. Просто настоящая фотоохота. И он вообще не желает это делать. И стоило мне просто на секундочку отвлечься на какого-нибудь там умирающего топира от жажды, как он тут же раскрывал хвост перед какой-нибудь своей дамой. Она откладывала кучу яиц, и я не успевала это увидеть. Поэтому, ну как вы заметили, да, на прошлом видео он с хвостом не раскрытым, к сожалению. В общем, такой вот он у нас вреден. Вот сейчас у нас, наверное, будет побольше их, потому что вот яиц она откладывает. Значит, они как? Они не откладывают яйца, нам не показывают эти кладки, к сожалению. У нас просто в какой-то момент рождается куча вот таких вот, таких вот милых сереньких птенчиков, которые тоже хвосты никакие не распахивают. Что ж, как вы заметили, да, пока я смотрела на этого пернатого вредину, я не успела доделать дом, и, наверное, мы не будем делать его в этой серии. Так, у нас опять подрались вараны, у нас они невероятно быстро растут, не успеваем их просто продавать. И это при том, что я вот прямо очень много продала, у нас опять 6 взрослых варанов. Они, знаете, как лягушки. И раненых их продавать нельзя, их нельзя, пока их не вылечили, из вольера вытаскивать. Вот что самое главное, потому что иначе они лежат в... Так, кто-то их... А, это ветеринар упаковал, ладно, что напугалась, что случилось. Ну вот, пока они нездоровые, они будут лежать у нас в центре обмена, и вокруг них будут бегать эти пикетчики. Где у нас тут есть пикетчики? Нет, вроде нет пикетчиков, к счастью. Да, и все будет очень плохо, конечно, потому что пикетчики серьезно снижают рейтинг. Что у нас? Трансформатор у нас сломался, но это не страшно. Да, по поводу животных. У нас, кстати, заметьте, 1106, это значит, что все старые вараны у нас все-таки продались. И вот мы прямо сейчас, давайте все вместе посмотрим, возможно, мы сможем купить пару тигров или львов, потратить эти 1106 экобаллов на кого-нибудь классного. Если нет, то... Ну, тогда будем делать лемуров. Кошачьих лемуров, вот эти кошачьи они, да? Давайте, покажите мне. У нас их там, по-моему, 4 штучки. Да, 4 штучки кошачьих лемуров. Будем делать для них вольер. Если сейчас прямо не найдем кого-нибудь супер-клевого, под супер-клевым я подразумеваю слона дешевого. Ну, то есть пару слонов, пару жирафов, пару львов или пару тигров. При этом тигры и львы у меня на первом месте, потому что страшно хочется кого-то кошачьих и не лемуров. Не то, чтобы я что-то имела против лемуров, но тигры и львы, это прямо вкусняшечка. Плюс у них наверняка будут страшно дорогие детки. Так, кстати, аптичка. Да они же совсем дешевые. Я не знаю, насколько он вообще раненый в голову. Нет, нормальный? Может, очень старый? Давайте посмотрим. 6 лет. Не уверен. Нет, вот тут есть 12-летняя тигрица, вроде тоже нормально. Короче, покупаем тигров. Мы будем делать вольер для тигров. Если нам... Да. И теперь нам нужно ему самочку купить, какую-нибудь помоложе. Нефертильная. Нет, нефертильную не хочу. Это старая. 12-13 почти лет. Давайте вот-вот. Это мелкая. Знаете, пускай лучше мелкая, но фертильная. У нас эти фертильные ящерицы вон как размножились. Всех можем обеспечить варанами. Так, у нас есть бенгальские тигры. Я хочу поставить на паузу, потому что я прям волнуюсь. Вдруг у нас получится купить львов. У нас осталось 700. И я определенно вижу, что тут есть львы. Но более-менее дешевые. 405, правда, это очень старый лев. 410 не такой старый. А львицы за 300. Есть у нас львицы за 300? Похоже, нет. Похоже, нет. А можно... Давайте фильтранем по цене все-таки. Посмотрим, кто тут есть самые дешевые. Так, у нас есть, во-первых, лев за 150. Но это прям лев-дед. 14 лет почти. Есть молоденький. Вообще, не иммунитет, а не фертильности. Ты молоденький, тоже не фертильный. И при этом львиц нету. Ну да, смотрите, а львов-то отдают прямо уже. Прямо отдают. С руками и ногами. Особенно не фертильных. Ну, не фертильные львы, они будут мало производить деток. А нам нужны детки. Нет. Нет. Нету львов. Нету. Не хочу таких покупать. Я вредна. Короче, будем заниматься тиграми. Тиграми или мурами. Я думаю, что мы не будем тиграм какие-то строить опять огромные водопады. Реки и все прочее. Так что это все не будет так долго. Поэтому мы успеем еще и лемуров сегодня. Особенно, если я буду меньше говорить и больше делать. Но сперва мы давайте-ка про них почитаем. Где у нас тут тигры? Бенгальский тигр. Исчезающий вид. Ты ж моя киса. Индия. Бангладеш, Непал, Бутан, Китай, Мьянма. Азия. Так, у них запросы только по температуре. И по площади достаточно много. Достаточно большой вольер. Ему комфортненько и одному. Но нет. У них один мальчик, одна девочка. Все комфортно. Система спаривания. У самцов по несколько самок партнершу. У самок по одну самцу. Очень честно. Ладно. Продолжительность жизни примерно 15 лет. Поэтому мы и не взяли 13-14-летних. Думаю, что мы будем где-то вот здесь вот ставить. Недалеко от наших павлинов. Недалеко от нашей зоны питания. Чтобы побольше, побольше народу через зону питания проходило. Я думаю, на самом деле, что тут... Ого! Это прям... Это кто-то тут застрял. Интересно, если это какая-то школьная экскурсия. В общем, да. Будем делать вот тут вот их. Вот тут вот будем делать вольер. Причем, знаете, я подозреваю, что вольер-то надо делать с... Повыше, повыше. Вот эти вот... Не знаю. Наверное, не стекло. Давайте цепи, например, сделаем. Ладно. Погнали. Вольер-то. Повыше. 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 Пока. что делаем плей ждем пока к нам привезут нашего наших тигров их должны посадить в вольер надо глянуть с кем они любят жить в одном вольере ух сейчас будут котятки вот эти тигрятки мы будем продавать за и кабалы и покупать слонов и жираф так тигрицу переместили и теперь тигра тигрица у нас конечно мелкая зато тигр классный смотрите и большой и фертильный но не очень не очень долго живет но это мы еще посмотрим с этим покажется всем не занимались вот на евгений кай не выводили самых лучших животных можно кстати этим заняться у нас кстати тут страусы и бородавочники что-то они с нулевым с нулевым но но летом и при этом они у нас почему-то сидят в центре обмена видимо что-то глюкнуло их посадили в ящик и отвезли в центр обмена давайте-ка мы посмотрим фильтранем всех животных по расположению вот у нас их как уже много и теперь так нет это вольеры центр обмена а написано что в центре обмена у нас только вараны я даже готова их отпустить на волю ей-богу лишь бы избавиться уже от этих варанов бесконечно одного нету этот травмирован кстати надо срочно срочно на довольно много новых животных поэтому нам нужно посмотреть как у нас там с ветеринарными и не только исследованиями о павлины кто же у нас следующий так черные антилопы вилороги тигры конечно же тигры ладно из прибыки так сейчас смотрим на тигров смотрим на тигров на месте они уже точно на месте ой как им тут не нравится ну ладно не нравится не нравится так ладно хочет есть хочет есть хочет пить этому первым самым делом сделаем так я надеюсь что они перепрыгнут пять метров очень очень надеюсь так вольер фильтр бенгальский тигр с каким же удовольствием я это делаю вода большой поднос для еды но игрушки наверное потом ладно давайте займемся вольером а 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Отдохнуть от стресса избавиться Ну вот Не желают у нас некоторые Знаете, что я подумала Наверное, мы тут сделаем еду Чтобы они поближе сюда ходили Тут на них меньше, в принципе, смотрят Так, вольер Это у нас Тут у нас Давайте вспоминать, кто у нас тут есть У нас тут есть бородавочники есть страусы есть черные антилопы и буйвол его буйволы сколько тут всего интересного оставим тут всяких разных развлечений у грязевая ванна огонь и конечно же как и обещала кормушку правда них тоже смотрят немножко поилка и кормушка но самое главное что нам тут нужно сделать так что ты будешь делать так это вход для сотрудников и еще одну еще один домик смотрителя дверь дверь да 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 и в чем же проблема красная красная так травмированный ты наш варан как у вас явно явно опять подросли сейчас мы на них глянем сколько у нас их тут 12 12 животных знаете вот с варанами столько проблем что в следующий раз я наверное вот несколько раз подумаю насчет варанов ага и мы тут их выделили ничего с ними сделать и не можем вот сейчас ты покажите вот вот так вот у нас происходит лечение варана ветеринаром кто-то умер один умер умер страус умер страус умер волк ну у нас да у нас их очень много они у нас умирают от старости вы не волнуйтесь ой ты живая даже живу о смотрите любимчик публики ёнанас у нас он любит в двух местах спать первое он любит спать в кормушке второй он любит спать в своих какахах прям он вложил кучу сразу же улегся в нее и кайфует так у нас у нас у нас вот буквально секунду назад все травмированные вараны вылечены поэтому мы сейчас всех загружаем разом всех взрослых кого видим варанов у нас куча детских варанов они все вырастут снова начнут драться травмироваться я бы я бы не против их как бы пусть дерутся но они же нам портят рейтинг и вообще они не очень любят когда у них большое семейство это при том что каждый раз они будет невероятное количество яиц откладывают взрослый варан или не взрослый вот кстати на тигров потратили теперь нам нужно да продавать видимо варанчиков чтобы копить на львов или слонов в этом вольере у нас живет такое количество животных всего 14 нет у нас живет тут не 14 у нас тут живет 14 бородавочников три спрингбока кстати и все парни ой 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 две черные антилопы которые о наконец-то у нас беременная она скоро будет дитё 11 страусов 2 буйвола 7 зеба спринга пока бы нам мальчишку к мальчишкам девчонку какую-нибудь подсадить но они кстати не дерутся надо дать им должное мальчишки у нас спринговики не дерутся а у страусов да у страусов у нас стресс мы еще раз попробуем поставить ворота в этой вот стороне ни в какую ну совершенно непонятно а если деревянные нет непонятно видимо могут быть только одни ворота что очень неудобно кстати для такого длинного вольера подозреваю что до дальних кормушек все таки не будут доносить но если будут то прекрасно ну что ж страусы между прочим сами вон вышагивают перед людьми и вообще кайфуют и тащатся да ну ладно давайте еще раз на тигров посмотрим что тигр у нас вообще в отрубе ой какие лапки тигры они как любые кошки они конечно спят очень подолго они по моему часов двадцать в день спят он идет такой думает о сколько еды тут и так вся еда близко и так далеко это он типа пьет воду я так понимаю это у нас да пацан шиванш а девчонка ты девчонка нет и не девчонка ты коробка девчонку сейчас найдем или нет сейчас найдем вот так вот найдем значит вот она девчонка не хорика она тоже у нас в отрубе ну типа поели можно и поспать солнышко пригревает такой котеночек вообще милашный это конечно машина убийства но страшно милый котенок думаю что на этой прекрасной позитивной ноте мы закончим серию всем большое спасибо что смотрели подождите у нас вот тут вот я вижу дырки в стенке это опасно у нас вот это вот наверное первое животное которое реально может тут у нас всех завалить так что думаю что механику стоит посещать каждые три месяца ну вот это нас тигрица красавица ладно да точно прощаемся всем большое спасибо что смотрели пишите комментарии ставьте лайки и мы увидимся с вами в следующем видео пока пока пока